Смотрим мы, Майор Венш выигрывает ножи. Смотрим, что же они изберут. Стэй или перейдут за контров. Вот Фукс спрашивает, стэй? Да, остаются. Остаются у нас игроки. Майор Венш за терроров. Кавай Мигу за контров. Ну что же, смотрим. Мне кажется, это будет весьма интересный матч. Насколько я понимаю, обе команды из Сурса в составе Кавай Мигу, я вижу, Флая, бывшего игрока Virtus.pro, который отлично себя зарекомендовал. И, в общем-то, на квалификации за Кавай Мигу он смотрелся просто великолепно. Шел на первом месте, убивал всех с ВП, с Калаша, с чего угодно. В общем, был просто красавчик. Так что... Читаю я чат. Да, Ламбада это психозилично. Так что будет наше внимание немножечко приковано к Флаю. Все-таки не безразличный для многих болельщиков Virtus.pro человек. Смотрим, пока у нас террори еще не решили, куда им идти. Похоже, будет атака под Б. Кто же нас смотрит Б? У нас вот видок. Тоже весьма известный. В сфере 1.6. Смотрим, видок прячется за... Сменьящиком. Стреляет, 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 стреляет. Никого не может убить. Флай делает минус. Видок делает минус. Блинк разменивает. Минус флай. Жесткий разменивает. Ну, это просто каша. Гровавая баня из... Тел. Поэтому я даже не поеду, кто кого убивает. И КВМ и Губи Ротраунд. Мы их поздравляем. 1-0. Контри повели. Настало время отзыващить составы команд. Итак, состав команды Marivange. Александр Хренов. Или Хренов, уж не знаю. Он же Александр. Артем Горбунов. Он же Блинк. Александр. Один Александр. Александр Ершов. Он же Дарт. Павел Зрячев. Он же Плак. И... Боже, Александр Котельников. Он же Фейкин. Или Файкин. Уж не знаю как. Состав команды Кавай Мегу. Аллан Тимиров. Он же Флай. Артем Горбардов. Он же Фукс. Виктор Манайенков. Он же Видок. Антон Антонов. Он же Ди. Ди. И... Кто же у нас последний? Вернее, просто Ди. И последний у нас игрок. С ником Вин. Это у нас либо ТР-ка, либо Хабуб. Я вот даже не знаю, кто прячется под этим никнеймом. Ну, это либо Максим Ханов, он же ТР-ка, либо Захар Рыбак, он же Хабуб. Кто, у кого есть информация, просветите, пожалуйста. Виток промахивается с Хаешки. Счет 2-0. В пользу Кавай Мегу. Закубочка от Марио... Или нет, нет закубочки? Нет, все хорошо. Все хорошо, у них какой-то раунд. Еще один... Ну да, это второй раунд, все правильно. Я уже начинаю путать. И ждем, ждем, когда Кавай Мегу возьмет свою котелочку за третий раунд. Да. Дождались. Дождались мы гану раунда от команды Мари Венш. И сейчас мы увидим, на что они у нас способны ган им против ганов. Мари Венш. Факен у нас в нижней темке. Нет, пусть будет лучше фейкен. Это фейкен как-то можно по-другому представить себе. Проход по Зиге у нас намечается от Мари Венш. Смотрим, кто у нас контролит Аплант. Как же неудобно без вида сверху, а? Просто ужасно. Скорее бы его сделали. Фукс у нас с АВП. Находится на аппе, на прыге. Ди у нас находится прямо на пленте. Даются у нас Хаешки, флешки. Все, что можно просто откидывается на Зигу. И у нас быстрые притяжки. Мари Венш под центр. Дым на КТРС. Плюс сплит через верхнюю темку. И мы смотрим... Ох, уже в ушах звенит у меня от этих флешек. Ди делает два минуса. Бидо помогает. И остается у нас последний террор. Это Блинк. Один в четыре. И раунд. Снова закавай мигу. Счет 4-0. В этом раунде стреляли 169 раз. Вот так-то. Пауза. Пауза в игре. Видимо, кто-то у нас вылетел. Так что ждем. Когда вернется на нас. Или что у нас? Да, Блинк. Блинк завис. Только вот нужно ставить паузу. Обычно в конце раунда. Решили поставить прямо в начале. Ну, ждем. Ждем, когда кто-то вернется. Теперь у меня вообще ни одна клавиша не работает. Надеюсь, что это именно из-за паузы. А не из-за того, что у меня завис Counter-Strike. Так что подождем пока что. Посмотрим, что есть интересного в чате. Ну, вряд ли что-то есть интересное. И, к сожалению, все равно из-за задержки не поставить. Боже, уже в час ночи просто язык заплетается. Голова не варит. Из-за задержки особо не пообщаешься с чатом. Потому что один ответ полтора минуты. Потом обратно еще полтора минуты. Но это невозможно, мне кажется. Но, тем не менее, посмотрим. Может быть, есть какие-то интересные вопросы. Нет, вопросов нету. У нас по-прежнему на сервере ничего не происходит. Может, правда, я завис такая? Вот, в этих я на всех случаях перезайду в CSGO. Подальше от греха. А то потом окажется, что они там уже сыграли полигры, а я тут все сидел и ждал. Но, надеюсь, что это не так. Переупускаю CS. Ждем, когда я вернусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, свернулся на сервер. У нас тут уже продолжается игра. Вроде как ничего интересного мы не пропустили. Сейчас по-прежнему 4-0. И в итоге у нас 5-0. К сожалению, мы раунду не увидели, но... Продолжаем пристально следить, начиная уже с этого раунда. О, я вижу интересный вопрос. Немец, скажи, какая у тебя конфигурация компа для стрима? Ну, чтобы сейчас это посмотреть, нужно будет пойти в панель управления. Поэтому просто скажу на память. Proce 6-ядерный. И оперативки 8 гигов. Причем Proce i5, не i7. И видюха GTX 285, по-моему. Не помню. Нужно будет посмотреть. Ладно. Возвращаемся в игру. Аркад от Flyer. Верхнюю тёмку. Playplane зачищен. Плюс тут же поджимает ещё и DL. Контры. Понимаю, что тут никого нет. Он быстрее оттягивается на ZIG. А где же у нас террор? Террор потихоньку, очень медленно проходит ZIG. Пока они решают сыграть фастовы. Их уже сейчас займут. Зажмут, вернее, на DL. По крайней мере, плага. Я думаю, подожмут и контры. Или не будут. Flyer на тентре. Видок у нас простреливает ZIG. Фукс. Промах с АВП. Неужели Фукс умеет промахиваться? Нет. Фукс попадает. Всё хорошо. Исправляется за свой косячок. И остаётся у нас дарт. Джессус. Последний тёмный Иисус. АВП в руках. Сюрреалистическое зрелище. На самом-то деле. Но ситуация 1 в 4, я думаю. Шансов у Иисуса маловато. Промах. И 12 хп. Это... Ой-ой-ой. Отличный минус. Но тут же флай поправляет ситуацию. И 6-0. В пользу команды Кавамигу. Кто фаворит турнира? Ну, я лишь не считаю, что это да-тим. Но я могу ошибаться. Потому что из меня знаток CSGO сцены. Как из... Меня же балерины, наверное. Поэтому... Вопрос... Лучше адресовать кому-нибудь, кто знает хорошо CSGO сцены. А это, опять же, не я. А ну-то ладно. Я думаю, что да-тим, по крайней мере, точно пойдёт в топ-4. Я об этом уверен на 100%. Там же, видимо, будут пингвины. Но кто будет ещё двумя командами, я уже не знаю. Посмотрим. Именно поэтому нам и интересно будет смотреть весь этот турнир. Фук сделает минус с АВП. Держит Центр его тут же сбривает. Смотрим за Дарт Джесусом. Смотрим за... За видоком. Он у нас в упоре держит Б-плейнт. С ботской нычки. С левой-ле... Левой-леевой, буду называть эту нычку. Не знаю, как она называется. Лева в упоре. Вот. На Б слева в упоре. Его, правда, там нашли. Минус нули. Смотрим мы за... Игроком с ником Уин. И похоже, что наконец-то Мари Венч у нас... Сподобли взять первый раунд. Да, 6-1. Поздравляем мы Мари Венч с первым взятым раундом. Свою копилочку. Если они проиграли, то не сухую, как и предыдущие... Игроки у нас в предыдущем матче. Из команды Визерти. Которые, правда, все равно проиграли. К сожалению. Но посмотрим. Если еще пару раундов они возьмут, то... Игра у нас наметится более-менее интересной. Афлайя держит Б-плейнт. Перед смертью успевает сбрить Иисуса. Сбрить Иисуса, это дорогого стоит, товарищи. Тут же оттяжечка у нас с зигзага. Очень быстрая масса всех терроров на Б. Да, все. Абсолютно все Мари Венч зашли на Б-плейнт. Фейкин смотрит на нас отемку. Давид Фейкину... Снимает полжизни. Там размены. Жесткий минус от Мари Венч. И мы смотрим за Кавай Мигу Уин и за Фуксом. Фукс у нас с АВП. Врывается в дырку. Убирает АВП, сбирает М-ку. Один в три ситуация. Один у нас в темке, один в тупой, один прямо под плентом. Ну, шансов Фукса очень мало. Минус один делает Фукс. Зажим за пистолет. Но нет, не успевает уже не спрятаться за стену. Ничего у него не получается. И 6-2. Второй раунд за Мари Венч. Вот Иисус у нас заработал достижение богатей. Богатей Иисус. Такое тоже бывает. У нас паста заходит на Б-плейнт. Прямо как в 1.6. Александр забегает. Раскрыт флешки. Заходит на Б-плейнт. И сейчас будет именхать плант. Минус видок. Тут же разминан флай. Тут же минус флай. И снова контрам втроем предстоит оббивать. Плейнт Б. Состоящий из 4 терроров. Видимо, что... Не получается. Пока у контров на Б-плейнте сделать больше, чем по минусу перед смертью. Бывает Ди под флешку. Минус у него тоже сделать не получается. Даже странно немножко. Хорошо прям ворвался так очень. И Вин вместе с Фуксом решает зацелить свое оружие. Это 6-3. Пока еще в пользу Кавай-Мигу. Ох, у меня уснули Фукса. Не ждал он такой смерти с АВП. Тут снова все позаработали. Снова Иисус у нас забротал достижения. Занаток АВП. Прикольная штука эти достижения. Единственное, что, наверное, они здесь совершенно не нужны на стриме. Ну, брать их либо нельзя, либо я не знаю как. Если вдруг кто-то знает как, то вы можете мне сообщить. Я с удовольствием это беру. Иисус, хорошо попадает по Фуксу. Не знаю, что было там у Фукса. Видимо, тоже АВП. И Кантри уже в меньшинстве у нас. Аркадор, где только под Б-плент. Тут же его за это наказывают. Минус от Блинка. И Кантри уже в жестком меньшинстве. Александр делает два минус на Зиге. И мы смотрим на последнего Флая. Он подобрал АВП. Я, похоже, у Фукса, да. И сейчас забудет нам демонстрировать свои умения с этим. Большой зеленый пуш. Отличный хэйтшот в голову. Просто фаззум. Так, я надеюсь на хэлайт от Флая. Флай, не подведи. Эх, жаль. Первые два минуса с фаззума были очень-очень хороши. Но на большее в этом раунде Флая не хватает. И это уже 6-4. Потихонечку нас с Мари Венш догоняют. Весьма так бодренько. Посмотрим, что будет дальше. Фастбэн от Мари Венш. На Бен, как обычно, видок и Флай. Смотрим за видоком. Он у нас обфлэшный. Сейчас будет принимать всю эту араву террору, в которой к нему и направляется. Флай, минус. Тут же минус... Ну вот снова. Снова, к сожалению, только по минусу делают ребята. И тут даже Флай сделает два минуса. Видок не сделал ни одного. И кантри отбивает Б-плэн. Там 3 на 3. Даже 3 на 2. Минус вин. Ой, да, минус вин. Все правильно. Остать у нас Ди. А1 в 3. А1 в 2. Смотрим за Ди. И нет. Джесс у нас реально с ВП очень неплохо стреляет. И это уже 6-5. Я вижу такие проблемы на Б-плэнте. Надо делать себе там... Еще один минус, чтобы кантри... Вернее террор оставались там вдвоем. А не втроем. Потому что уж сложно отбивать кантрам 3 в 3, когда они находятся очень далеко. Долго перетягиваются. И шансов у них маловато в итоге. Видок у нас с деглом 1 на Б. Флай ловит у нас ХЕшку. Ну, это слив. Слив от ковальщиков. И в итоге 6-6. А нам остается только подождать, когда этот раунд закончится. Раунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По-моему, что-то он откинул... И в итоге сейчас будет пытаться выбить Александра с плента, но с Дел этого близко быстро не сделаешь. Его будет слышно. Флэш на плент. Фокс думает, что враг на зиге. Да, не догадывается, что Александр сидит прямо за ящиком и... Пал смертью храбрых. 7-6 в пользу Мари Венш. Вырвались у нас Мари Венш вперед. Интересные ребята, на самом деле. Мне кажется, они заслуживают играть, наверное, в более какую-нибудь интересную организацию, чем Мари Венш. Потому что это организация, на мой взгляд, по крайней мере, в 1.6. О них сложно что-то сказать. Они очень такие непонятные, в общем. Ребята. Но, в любом случае, ребятам из Мари Венш впереднее. Если их это организация устраивает, то им все хорошо. У нас проход потихонечку по зиге намечается. Вин на гусе. Флай под Б. Фукс на центре. На КТСП Ди у нас осмотрит зигу. И куда же у нас направятся терроры? Двой на ДЛ, двой на Зиге. Должен быть сплит на Апланте. Плюс Дарт Джессус пошел с АВП. Помогайте своим ребятам на ДЛ. Будет 3 плюс 2 в итоге. Плюс 1 на Б еще будет отрезать. Блинк выходит на центр. И на КТСП сейчас встретится с Фуксом, по идее. Нет, это у нас Флай. Флай убивает Блинка. Терроры в меньшинстве. Первый открывающий минус за контрами. И мы ждем выхода на Аплант. Зига плюс Дейл. 2 плюс 2. Смотрим за Гвинном. Минус от Александра. Ситуация 4 в 4. Остается бомба на Апланте. Видок у нас далеко. Флай уже на Зиге. Остальные далеко. Смотрим за Флайем. Он ждет своих тиммейтов. Сейчас бы флешечку на Зиг. Потому что там есть два. Это шеста в упоре. Ох, флаг сгревает обоих. И учитывая размены, ситуация не в пользу Кавай-Мегу. Раунд за Майу-Менш. И это 8-6. Мы смотрим за последним раундом. В первой половине. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Хел-Мегу. Хел-Мегу. Майу-Мегу. Ревенш. Блинк под Б. Фейк у нас в нижней темке. И потихонечку проходится Зиг-Заг. Тут у нас дым. В упоре никого нету. Ди смотрит ДЛ. Фукс у нас заходил ДЛ. Тут же ему помогает Ди. И кто же у нас смотрит Зиг? В итоге Вин у нас с Диглом. Ну, да, если сейчас к нему выйдут терроры зиги, то он ему, я думаю, не поздоровится. А к нему идут терроры зиги, смотрим за вином. Отличная голова. Фукс там тоже где-то воюет очень сильно. И в итоге Марио Венши у нас остались втроем. Фэкин на зиге, Дар Джесус на зиге и Блинк у нас под ДЛ. Там есть у него один человек в яме, который его смотрит. И сейчас мы посмотрим, Блинк, заметит человек в яме или не заметит. Нет, он даже не понял, откуда его убили. И в итоге у нас... А, нет, это был Фукс, причем он убил его не из ямы. Он убил его с ДЛ. Два в пять. И Дар Джесусу от Фэкина очень сложно. Сейчас придется, минус от Фэкина. Смотрим за Дар Джесусом. Минус Флай. Контрисами лезут прямо на терроров. Мне кажется, зря. Недоценят они силы соперника. Видок минус Фэкин. Видок минус Дар Джесус. И это 8-7. Весьма-весьма неплохо. С минус сторон. И смотрим на вторую половину этого матча. Весьма-весьма-весьма. Итак, фастбет. Каван и Каван и Гум. Фукс у нас одевается первым. Убивает Плага в тупой нычке. Ди помогает убивать Фэкина. И Б-плейнт у нас полностью в итоге зачищен. Весьма-весьма коцер. Он у нас один из терроров. Контриджит отбивать. Два минуса от Александра. Фукс его убивает. 3-2 ситуации. Дарт у нас очень далеко. Минус от Видока. И Дарт у нас в итоге А1 в 3. Врывается прямо в дверь. Все три террора взрываются. Дарт у нас сейвит свой П-2000. И раунд в итоге закалая Мигу. Первый раунд они взяли. Очень неплохо. 8-8. Плюс отдача будет 9-8. Ну и... Там уже посмотрим. Аркада по центрам. Никого тут нету. Это Фаст Б. Снова Фаст Б от Кавай Мигу. Смотрим за Блинком. Отличная голова. Была повышенная без дегла. Плаг там тоже где-то минус дегла делает. Дают Блинку в голову. 18 хп. Оставится у Блинка. Пытается у кого-то вытаспить. Не получается. 2 в 3 ситуация. Александр. Ну тут уже без шанса, конечно, для... Мари Венш. И это 9-й раунд за командой Кавай Мигу. Счет. 5-8. Смотрим. Смотрим дальше. Видим еще одну отдачу у Мари Венш. И в итоге это 10-й раунд за ним в пользу Кавай Мигу. Вот кто подконнектился у нас из спектов. Из спеков. Мы должны вот сейчас кикнуть, я думаю. За кубочку у Мари Венш. Смотрим. Анти-рашевый молотов на Б. Блинк смотрит Дэл. Ему помогает кто-то вызывает тиммейтов. Дарт у нас на Катериспе с АВП. Тейки на Б. И у нас выход по центру. Смотрим за Ди. Минус от Дарта. Неплохо он играет на своем Катериспе. Дается ему дым. Там уже вовсю выходит террор. Нужно быстрее Дарта выходить из дыма. Убивать кого-то в спину. Потому что заходит. Да, минус нули. Минус нули видолка. Отлично. Минусы от Флая, от Вина. И в итоге у нас ситуация 2-3. Террор в большинстве. Отличная игра от Дарта. Что творит, а? Прямо по тушкам настреливают врагов. И вин, 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 вин. Очень нужно быстрее выходить и минусовать Дарта. Да, он это сделает причем. Отличная голова. И 1 в 1 Александр против Вина. Вин у нас в темке. Александр заходит в дверь. Я думаю, что тут уже раунд станет в любом случае за Вином. Такие раунды отдавать нельзя. Или что, у нас не слышно что ли? Да, видимо в 1 в 6... Ну, вернее, в 1 в 6 слышно, когда человек сядет дефузить бомб. Баллы слышно ли в CS GO? Непонятно. Поэтому, видимо, вин пошел проверить. Дефузит или не дефузит. Иначе не понятно, зачем он пошел. 11 в 8 в пользу Кавай Мегу. Теперь уже не врываются вперед на целых 3 раунда. Это уже похоже на такое... Весьма неплохое преимущество. И у нас снова фастбет Кавай Мегу. Постоянно мы от них это видим. В первом у нас бежит... Бежит, 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 бежит... Фукс! Ну, это отдача Мари Венши, поэтому ничего удивительного в том, что Фукс делает минус 2. У нас на Б нету. И, скорее всего, 12 раунд также станет из-за команды Кавай Мегу. Тебе, бежит, бежит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ждут аркады Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но у него пока это не очень получается ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok